Всем привет! С вами магазин Slacker Store. Сегодняшнее наше видео посвящено обзору снаряжения нашей команды и на примере данного бронежилета одного из участников нашей команды мы это и рассмотрим. За основу взят плитник от компании TeamC. Это реплика GPC версии 2.0 в рассветке Ranger Grim в данном случае. В нашей команде нет особых привязок к рассветкам, допустимым Multicam, Coyote, Ranger Grim и другие какие-то вменяемые рассветы. Данный плитник сразу же после покупки под версия некоторым апгрейдом уже приняты в нашей команде еще на версии первых бронежилетов. Самые распространенные из них это добавление эластичных камербандов на бока, бандельеры для переноски, гранат, логов, установка маленьких рязаков по типу мини-мап, в данном случае TMC для возможности доступа самостоятельно. Ну и всякие остальные уже индивидуальные идут. Начнем наш обзор с модификацией передней платформы. Сразу же были установлены карабины. Здесь предусмотрены крепления, петли. Эти карабины необходимы для установки флэп-системы. В данном случае это Spiritus. Также реплика от TMC. В ней размещается три магазина и остальные полезные. Такие как Loader, Multitool, шары, маркер, блокнот. Сбоку в петле установлен турникет. Это очень удобно. Вы можете его одним движением достать, так что легко просто вернуть либо на отрыв. В петлю установлен карабин. Для перчаток. Либо каких-то других мелочей, которые можно подвесить. Устанавливается все это на велкро и карабины. Очень простая инсталляция. Ставили, застегнули, сняли. Возможно другая комплектация, другой флэп на любителя. Также в этом флэпе мы можем использовать не родные резиновые холдеры, а вот такую вставку из Skydex. Преимущество вставки в том, что она очень жесткая и возврат магазина становится просто элементарным действием. Магазины не выпадают. Магазин жестко зафиксирован. Он также довольно-таки легко вытаскивает. Единственный недостаток небольшой, что эта вставка немного распирает. В отличие от резины, когда, например, нет магазинов, вставка все равно сохраняет свою форму. Ну, как-то так. Дальше по таким лайфхакам, которые используются в данном случае. В админке находятся ножницы, что удобно в случае, когда нужно что-то быстро отрезать, растяжки и подобное. Установлена ПТТ кнопка от Boafeng. Подходит ко всем радиостанциям типа Kenwood разъемами. Ну, в принципе, вы можете выбрать любую. Удобство ее в чем. Она всегда находится в одном месте. Доступна нажатием на кнопку. Хорошо работает. Стоит вообще-то какие-то копейки на Алиэкспрессе, где можете заказать. С-под этой кнопка сразу идет с гарнитурой. Все это в одном комплексе и протянуто через наплечник. На левом плече нашита полосовелка, на которой закреплен V-Lite. Здесь красный свет. Вы можете использовать инфракрасный, если немного работать с ПМВ. Но инфракрасный у данного бойца размещен на шлеме. Поэтому здесь цвет красный. Очень удобно. Он всегда с вами. На любой дневной, ночной игре не нужно где-то доставать из кармана. Просто вас убили, в темноте нажали. Кнопку два раза. Свет замигал. Все пошли. Как на передней, так и на задней пластине нашита внутри венка мягкая. Для установки климат-кап, так называемых климат-амортизационных панелей. Переходим к стильной панели. Как я уже говорил, здесь установлен мап. Основной его преимущество в том, что можно получить доступ к содержимому самостоятельно. Вот по бокам. Есть и преимущества, есть и недостаток. Можно сложно там рассуждать. Но кое-что в этой схеме здесь не устраивает. Но пока лучших вариантов нет. Будем делать самостоятельно что-то. Пока так. Про то, как там сделан мап, будем разговаривать позже. Он подвергся также сильным модификациям. В принципе приведен к оригиналу. Это тема до следующего видео. Сейчас поговорим про элемент бандольера. Предназначена она для переноски четырех гранат, либо четырех логов, стяжек и тому подобному. С одной стороны. У нее есть вилка, система которой крепится либо по слеп, либо сразу на камербанд. А вторая эффектная часть, она на шоккорде, крепится к моей системе на спине бронежилета. Как я говорил уже, в нее влазят просто либо обычные гранаты, картонные, самые дешевые. Сюда также влазят гранит басмачеловский. Влазят также влоги. Все это не выпадает от тряски, никаких проблем. Для придания большего трения внутри нашита вилка. Если боец использует подствольный гранатомет, он левую бандольеру забивает влогами, а правую бандольеру забивает гранатами. Удобно. Сама бандольера в принципе съемная. Ее можно даже установить на штаны, на рюкзак, куда угодно, где есть велкро и где можно ее пристегнуть. Дальше на плитник установлены эластичные камербанды. Они очень простые, уже много весных моделей. Это по сути две резинки, которые сшиты вместе. И между них есть отделение для сновки радиостанции и магазинов. Все немного осложнилось только тем, что это версия GPC-2. И здесь нужно было проходить через ESIP панель. Поэтому в принципе повторили как в оригинале. Нашили элементы и прошили стропы туда. Регулировка как и в оригинале. Не хочу сейчас мат снимать. Как и в оригинале там на резинках. В принципе все очень просто. В подсумках прекрасно влазит радиостанция. Так и магазин. Итого вы можете увеличить свой боекомплект с четырьмя магазинами. Или там две радиостанции и два магазина. Если вы более широкой комплекции. То вы можете сделать себе три отсека. В принципе все тоже на любителя. Сверху да, в нахлёст идет бандольера. Все это не мешает. Все это тянется. То есть если вы бегаете, дышите, двигаетесь. Никакого дискомфорта. По сравнению с базовыми нескелетными камербандами. На этом с обзором этого плитника мы заканчиваем. В следующих видео постараемся снять другие плитники. И другие комплектации и укладки. В следующих видео также мы покажем какие полезные мелочи. Которые мы используем. Обзор оружия и других модификаций. На этом все. С вами был Могинс Лакер Стор. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok